4 февраля 1939 года – общепринятая дата создания нашего региона. Однако путь к этому событию был очень долгим. После расформирования губернии в 1928-м Пенза входила в состав Средневолжской, Куйбышевской и Тамбовской областей. Многих не устраивали такие скитания. Одним из них был депутат Верховного Совета СССР Александр Баталин, который и предложил создать отдельный административно-территориальный центр. Это предложение было рассмотрено и принимается решение действительно создать такой центр. Баталину дается задание разработать подробную карту региона, что и было сделано. И вот мы видим указ Президиума Верховного Совета СССР о разделении Тамбовской области на Тамбовскую и Пензенскую. Еще одной знаковой личностью в истории нашего региона стал первый секретарь Пензенского обкома Александр Кабанов. Он прошел гражданскую войну, работал на заводе, а до того, как приехать в Сурский край, трудился в Сталинградском областном комитете КПСС. И хотя уже в 1942 году от нас пошел на повышение, Александр Федорович внес немалый вклад в развитие промышленности. К примеру, при нем начали строить ТЭЦ для снабжения предприятий энергии. И это лишь малая часть того, что было сделано за короткое время. В это время запускается ряд очень крупных инфраструктурных проектов, то есть выделяются серьезные деньги. Миллион нам дают только на 1939 год на строительство водопровода, 4 миллиона на строительство канализации, порядка 2 миллионов на реконструкцию топливно-энергетической сферы и более полутора миллионов на создание на жилищное строительство, постройку новых домов. То есть даже такие вопросы, как, например, строительство новой бани на 50 мест, они были учтены, и Пенза получила финансирование. Время, оно неумолимо. Идет вперед, и одно поколение сменяет другое. Вот теперь пришло наше время. Работать. Мы живем, работаем, кто-то учится. Пришло наше время, как это негромко звучит, создавать материальные и духовные ценности. Вот помнить именно этих людей – наша обязанность. Потому что благодаря их работе во многом теперь Пенза носит высокое звание города трудовой доблести.